Всем привет! Мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас рубрика Фоберлик Беспрекрас. А это значит, что впереди вас ждут самые честные и правдивые отзывы. У меня скопился целый мешочек вот таких пустых баночек. Очень интересно. Давайте по порядку. Давайте первое, что покажу, это тушь фёст-класс. Отправляется на пенсию. Коренчневая. В артикуле 5372. Это сейчас моя любимица. Раньше мисс Кёрл, она сейчас заслуживает вашего внимания, сейчас фёст-класс. Она действительно, девчонки, крутая. Но она относительно быстро высыхает. Даже после того, как я добавила к ней сыворотку, ну хотя нет, вот предыдущей я воспользовалась месяц, пользовалась 3 недели, и она как-то начала высыхать и комочки слегка образовывать. Вот это, добавила сыворотку, прослужило недель 5. Да, это здорово на самом деле. Здесь фибровая кисточка. Я к таким не привыкла, я люблю силиконовые, но по вашим рекомендациям взяла её попробовать, и теперь это моя любовная любовь. Ресницы хлопают взлетают. Сейчас не она у меня на глазах, у меня сейчас новинка Фиберлик, да? Но вот такая ещё в запасе одна лежит в холодильнике. Она обалденная. Она делает эффект нарощенных ресниц. Она создаёт и объём. У меня никаких комочков нет. Девчонки писали... Ну, Катюнь. Девчонки писали, что синяя и зелёная приходит прям вообще сухая, и комочки, и всё, и плохо, и некрасиво. Это коричневую и чёрную. Все оценили. Она действительно крутая. Ресницы длиннющие. Прямо вы у меня практически в каждом видео спрашиваете, какая у меня тушь. Пока всегда фёст-класс. Ну и вот новинка последняя тоже понравилась, но она хуже фёст-класс. Поэтому это у меня фаворит среди туши Фиберлик. Следующий продукт – это средство для очищения ванной комнаты. Я вам покажу. Вот так он выглядит. Серия Дом Фиберлик, артикул 302-21. Хорошее средство, но для сильных загрязнений не подойдёт. Вот прям для совсем сильных, если вы запустили, не подходит. Там нужна помощнее артиллерия. А поддерживать ванну в чистоте, чтобы она сияла, была беленькая, чистенькая, да, идеально. Поэтому всегда в моём доме есть. Как вы мне правильно сказали, я всё время раньше думала, для чего же вот такие крышки на этом средстве, на средстве для духовки. Да, детей вы мне открутили. Потому что, чтобы открутить эту крышку, нужно нажать. И она откручивается. Запах у средства более-менее нормальный. То есть, когда я чищу ванну, я не травлюсь совсем, да, не кашляю, ничего такого. Есть небольшая химозность, но подушка парфюмерная, такая цветочная, приятная, еле уловимая, нормальная. Так что со средними и с нормальными такими легкими загрязнениями средства справляются. Поэтому да, серия дом Фаберлик, как бы это вообще отдельный разговор. Так, дальше. Порошок у меня закончился. Порошок это альпийские луга в артикуле 322. Я вам уже говорила, что после перевыпуска мне порошки Фаберлик очень нравятся. Это Германия. Ну, по крайней мере, нам так пишут, Made in Germany. Они крутые, они хорошо отстирывают, вещи выглядят яркими. Я стираю такими порошками и цветные, и черные, и белые вещи, и все. Вот этим универсальным беру один и все ими стираю. И детские, и малышковые для Крестюшки в том числе. Потому что порошки классные, не вызывают аллергии за счет того, что специально и гранулы, во-первых, и во-вторых, состав не пылит порошок, когда вы его насыпаете и так далее. Подходит астматикам, аллергикам, 0+, как бы все отлично. В нем он меня сейчас устраивает полностью. Так, следующий продукт. У меня тут в пакете порошок рассыпался. Поэтому, если вы увидите порошок, остатки порошка на средствах, не обижайтесь, девчонки. Концентрированный гель для стирки белого белья. Больше никогда не возьму. Вещь абсолютно бесполезная. Сейчас объясню, почему. Артикул 11842. Кто-то любит вот эти гели, он тоже, кстати, 0+, и берет гели отдельно и для цветного белья, и для белого, и для черного. Для меня это полная бессмыслица. Он отстирывает белые вещи гораздо хуже, чем универсальный порошок. У меня, по крайней мере, так, я не знаю, как у вас. Гораздо хуже, разница очевидна. С этим порошком они выглядят белее, они выглядят чище, и с пятнами он справляется лучше. Этот у меня не справился с пятнами, мало того, и отстирывает плохо. Я взяла потестировать, и мне как бы никогда не было желания брать эти гели. Цена, во-первых, не бюджетная, но все-таки надо для вас продукты тестировать все и отзывы оставлять. Это прозрачный такой желтоватый гель. Ничего, такая отдушка нормальная. Но для меня это абсолютно бесполезная вещь, поэтому выкидываю и больше не повторю, девчонки. Детские салфетки, из раза в раз вам показываю, одну коробочку, пачечку всегда сохраняю. Артикул 1798, и здесь у нас 50 штук. Они классные, они крутые, они здорово очищают кожу, они с депантенолом у нас идут. Используем с превеликим удовольствием, всегда есть их в доме огромнейший запас. Следующий продукт, который покажу, закончился роллинг гель. Я активно сейчас пользуюсь продукцией Фаберлик, в принципе, практически ей, редко чем-то другим. Поэтому пустые баночки у меня на канале сейчас мелькать будут часто. Роллинг гель для очищения пор из линейки Себа Баланс, да, правильно, 78-81 артикул. Его у нас с вами перевыпустили, раньше он был немножко другой структуры, он был просто как бы с каткой, а сейчас он еще и с частичками, то есть он как скраб еще выступает, как шлифовка кожи. Некоторым это не нравится, мне это нравится, моя кожа такой уход любит, поэтому этот продукт у меня в любимчиках, да. Просто единственное, что вот эту серию, вот это может быть и повторю, а серию крем, и что там у нас еще умывалка, наверное, да, нет, потому что у меня сейчас кожа в нормальном состоянии, мне вот такие вот средства Себа Баланс, они больше не нужны. Для жирной кожи находка. Очищает кожу прекрасно, подготавливает к дальнейшему уходу, к нанесению крема изумительно. Для очищения, для хорошего, качественного очищения продукта, потому что много вопросов по хорошему очищению, я постараюсь вам в ближайшее время отнять ролик, как правильно и действенно очищать нашу с вами кожу, да. Вот такой продукт закончился. Это концентрированный бальзам для мытья посуды с депантенолом, артикул 392, и больше, наверное, не возьму. Не знаю, мне не очень понравилось то, что вот эта вот душка химозно-клубничная, она очень ярко выражена, слишком ярко выражена, и у меня такое ощущение, что средство, аромат остается на бутылочках даже, потому что, ну, он очень сильный, хотя средство ноль плюс, теперь беру всегда одно, для всей семьи средства, для крестюшки, для бутылочек, для сосок, и вот это вот прям химозная, ярко выраженная душка, я не хочу больше такое брать. Расход у средства большой, оно пенится хуже, вот эти средства с депантенолом, да, и которые у нас там еще с чем с вами, ну, в общем, бальзам для рук, который, да, второй, такой коричневый, они пенятся хуже, да, и к тому же оно ноль плюс. Расход-то за каталог у меня кончился, то есть за три недели, а иной раз у меня средства для мытья посуды, допустим, с яблоком или с грейпфрутом, может по пять месяцев стоять, то есть вот так, да, потому что то средство пенится лучше. И в связи с этим часто на губку приходится капать, расход большой, а душка не понравилась, даже мне расход не волнует, потому что я люблю средства часто менять, особенно, когда появляются новинки, но то, что вот эта яркая душка, нет, я больше не хочу бутылочки, по крайней мере, точно таким средством мыть. Так, Дейзик у мужа закончился, Дейзик из серии Вент Адвенчерс, тоже весь в порошке, артикул 8154, здесь большой шарик, он на него не жаловался, мы его берем уже неоднократно, Дейзик нормальный, шарик больше, чем у женских Дейзиков, такой, как, наверное, Вля Крем в Тесторанте по размеру. Нормальная, одушка приятная, свеженькая, не перебивает запах парфюма, вообще все Дейзики и Фаберлик, они не перебивают, по мне, запах парфюма, она еле уловимая, когда наносишь она какая-то такая яркая, а потом уже ничего не чувствуется. Здесь Биоси еще есть, да, я постаралась быстренько все доиспользовать тоже, чтобы свой отзыв вам оставить, это прокладки, да, прокладки в Биоси, они очень похожи на Фаберлик, мы с вами разбирали в обзоре заказа, артикул здесь приклеенный, не знаю, такой он сейчас или нет, 201-901, также открывается пачка, такая же упаковка, единственное, упаковка не такая же, нет, ее очень удобно разрывать, мы с вами прокладку доставали, и приходится упаковку разрывать, то есть она вообще как-то непродуманная, неудобная, они получаются рублей на 100 точно дороже, чем Фаберликовские, но по качеству для меня хуже, сама впитываемость и сам вот верхний слой прокладки он, такое ощущение, что какой-то с дешевого материала выполнен и гораздо хуже впитывает, чем прокладки Фаберлик, да, поэтому я, естественно, больше эту покупку не повторю, нет смысла не переплачивать, во-первых, и во-вторых, если они на самом деле хуже, поэтому нет, мне Фаберлик понравились больше, там вот верхний слой какой-то, он такой вот, он немножко запирает, да, выделение, а здесь прям как будто такое ощущение, что совсем не запирает. Из серии Фаберлик Бэби закончился детский крем для мамы и малыша, тоже с депантенолом, мне эта линейка вся безумно нравится, я вам уже говорила, артикул 16-45, и Ксюшки, и Крестюшки, и себе ручки могу помазать 0+, а душка великолепная, прям обожаю, крем деликатный, крем классный, крем действительно увлажняет, заботится о коже, поэтому и снимает какие-то раздражения, покраснения тоже абсолютно точно. Вот как раз и прокладки Фаберлик у меня закончились, да, вот они, здесь у нас с вами артикул уже, девчонки, сейчас найду, 112-89, здесь 10 штук, здесь упаковка уже удобная у каждой прокладки, они хорошо открываются, упаковка остается целой, в нее вы можете использованию прокладку уже положить, запечатать, и все нормально. Смотрите, длина дневных, но для сравнения, 240 мм на упаковке написано, ночных 285, и ежедневки 155, они классные, вот они мне нравятся, они меня полностью устраивают, поэтому, да, к ним я возвращаюсь постоянно. Закончился кофе, который тоже весь в порошке, это у нас с вами кофе, день, 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 да, просто день, артикул 160-49, пью с удовольствием, Ксюша пьет, я ей немножечко добавляю 1,3 чайной ложечки где-то и пол кружки молока, ей нравится, несмотря на то, что вот этот кофе Фаберлик, он горький для меня, вот для меня он действительно горький, если пить без молока, я пить бы его не смогла. Ну, кто какой кофе любит, кто-то такой любит, крепость хорошая, он действительно бодрит, даже день, а утро я вообще молчу, я утро больше не беру, потому что там прям вообще вырви глаз, поэтому я беру, да, будет еще скидка, я обязательно возьму, у меня пока еще есть запас в зернах, и запас еще один такого, кофе набрала, кофе хороший, но он горчит, но кофе так и должен горчить, я это все как бы прекрасно понимаю, но я к более мягкому привыкла, но зато этот бодрит классно. Так, крем для рук биоси, это у нас с вами, по-русски нет ни слова, артикул 2802, антистресс, хенд-крем, в общем, вот такой упаковочку запоминайте, потому что по-русски здесь нет ни слова, а вот, нет, есть питательный крем для рук, антистресс с витамином В5, восстанавливает, успокаивает кожу, масло облепихи, да, он сам облепихи. Для меня вода, наносишь на руки этот крем, и такое ощущение, что у тебя на руках пленка, когда он впитывается, такое ощущение, что ты ничего с руками не делала. Странное ощущение такое, он вообще не питает, не увлажняет мне, от него вообще нет толка, чуть-чуть к водичке подойдешь уже, все, руки еще суше, чем были, абсолютно бесполезный продукт, по каким-то космическим ценам. Я непредвзято отношусь к продукции биоси, нет, отнюдь нет, но не знаю, вот девчонки, что это вообще, зачем нам это, да. Так, дальше, закончился гель для купания младенцев с экстрактом ромашки и депантенолом из линейки Фоберлик Бэби, артикул его 1641, и я уже говорила вам, что всю эту линейку обожаю, гель для купания крутой, гель для подмывания обалденный, пользуемся тоже всей семьей, я и Ксюшка, и Крестюшка. Я взрослых даже не хочу, хотя мне нравится и Фоберлик Эксперт, интимные гигиеносредства, да, но вот это вот, оно еще более деликатное, поэтому я прям его обожаю. Так, дальше, пенка биоси. Вот, был подробный на нее обзор, все ссылочки интересные всегда под видео, девчонки. Вот такая вот пенка, это у нас с вами линейка 30+, и что у нас, артикул 1119, пенка для умывания, для ухода за кожей лица после 30 лет с экстрактом критмула морского, обладающего свойствами детоксикации, деликатно удаляет все загрязнения, кожа гладкая, свежеувлажнена. Вот здесь как бы хочу похвалить, пенка действительно хорошая, но у Фоберлик есть пенки не хуже и дешевле. Опять же, да, гораздо дешевле, и не только Фоберлик. Дозатор удобный, он не сломался, прослужил хорошо. Он, кстати, откручивается, сюда вы можете переливать потом любое средство, какое захотите умываться. О, тут есть чуть-чуть, смотрите, как она выглядит. Запах не очень, вот запах прям какие-то водоросли, какие-то травы. Запах такой прям неприятный, скажем. Но, несмотря на это, я ее пользовала и допользовала на постоянной основе. И мы с вами выяснили в видео, что она очень хорошо смывает макияж. То есть для тех, кто не любит сначала использовать мицеллярку, а потом дополнительное средство для умывания, вот эта пенка подойдет. Она действительно хорошо смывает макияж. После нее кожа чистая, да, скрипа. Не пересушенная, как ни странно, но и не напитанная, не увлажненная, скажем так, да. Не пересушенная, чистая, все хорошо. Базовое такое средство. Но есть просто дешевле. Как бы не вижу смысла переплачивать. За то, что здесь какой-то натуральный состав, ну, не настолько он и натуральный, скажем так, да, если разбираться, вдаваться в подробности. На первом месте вода, на втором вообще не пойму, что. Экстракт на четвертом. Глицерин тоже здесь есть, как бы, ну, есть с похожим составом, с таким же действием, и даже лучше и фаберлик, и по бюджетнее можно взять, и поинтереснее, да. Поэтому пенку я, скорее всего, это тоже повторять не буду, хотя она себя показала, девчонки, действительно хорошо. Ну, вот и все, мои хорошие. Вот такие баночки пустые скопились у меня в этот раз. Надеюсь, видео было вам интересно и полезно. Обязательно пишите свои комментарии, будем общаться. Я вас всех люблю, целую, всем пока-пока. А, и ссылка на регистрацию фаберлик всегда под видео. Если вы еще не зарегистрированы, проходите, будем общаться.